30 проектов представили разработчики Сибири на Open Innovation Startup Tour 2017. Сегодня в Томске завершился региональный этап. Эксперты из фонда Сколково отобрали лучшие идеи стартапов из соседних регионов Кемерово, Новосибирска, Омска, Красноярска. Инноваторы поборются за финансирование своих разработок от фонда. О том, кто участвует в стартап-туре и какие инновационные проекты удается воплотить в жизнь, поговорил с Кириллом Каем, исполнительным директором кластера биологических и медицинских технологий фонда Сколково. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Кирилл, Томская область занимает сегодня седьмое место в Ассоциации инновационных регионов России. И вот все-таки чем наш город удивляет, какими проектами и какие проекты удается реализовать? Надо сказать, что для нас источники проектов это в основном академические институты. И, естественно, те города, в которых традиционно еще постсоветское серьезное наследие с точки зрения академической науки, для нас являются наиболее привлекательными. Если я посмотрю на регионы в целом, то такие города, как Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток сейчас, ДВФУ, Санкт-Петербург и Москва традиционно, они для нас наиболее интересны. Мы наиболее проекты сильные с научной точки зрения здесь получаем. Все равно же наблюдаете за работой других треков? И все-таки какая область, может быть, наравне с биомедициной, выходит в спросе? Самое большое количество стартапов, которые работают, это стартапы в области IT. Единственное, что мы в меньшей степени ориентированы на мобильные аппликейшн, на игры. Мы больше все-таки смотрим там, где это больше применение B2B, там, где это больше применение, ориентированное на бизнес-приложение в первую очередь. Очень большая доля, и слава богу, как бы в Томске это и есть и политехнический университет, есть и ТГУ, это вещи, связанные с инжинирингом и с новыми материалами. Ну и биомедицинские стартапы, они в области life science, науки о живом, это не единственные. Вот у нас в этом году, например, в треке большее число проектов, связанных с сельским хозяйством. Хотя иногда проекты, которые не входят в треки, они очень любопытные и не являются стандартными. Вот пришел проект, который в конкурс не вошел, но тем не менее хочет стать резидентом Сколково, будет подаваться на резидентство. Это проект, связанный с трекингом для животных, для домашних животных. Мы уже привыкли, что у нас с вами часы наши меряют пульс, показывают, где мы находимся. Томичи задумались, а почему бы не сделать это для домашних животных. И пока такого рода разработок на рынке нет. Они хотят стать пионерами в этом роде разработки. Что ж, я думаю, что не всем надо лекарства от рака придумывать. Вполне хорошие разработки и коммерчески выгодные. Какие проекты сегодня тогда уже реализованы, уже в статусе резидента? Ну давайте я про биомед поговорю в связи со спецификой. У нас есть некоторые проекты, которые уже получили регистрационное удостоверение Минздрава, но это скорее исключение. Потому что средняя длительность развития проекта в биомеде составляет около 10 лет. Фонду всего лишь 6 лет, а с проектами мы работаем в районе 5 лет. Но тем не менее, например, есть проект, который с Урала к нам приехал. Это проект из Екатеринбурга. Противовирусные средства против гриппа, который называется Триозавирин. Оно уже в аптеках. Есть, например, у нас стартап, который базово пришел к нам из Казани. Мы помогаем всей стране. Они сделали ряд систем симуляций для хирургов, где хирург, который учится в медицинской школе, может реально на роботе, в том числе который симулирует и подачу наркоза, и ввод лекарственных средств, научиться делать конкретные операции. При этом это выглядит как увлекательнейшая компьютерная игрушка с обратной связью. И прежде чем человека подпустить к реальному пациенту, он много-много раз может эту операцию осуществить. Сегодня общались непосредственно с экспертами. И вот отмечают, что число стартапов растет. С каждым годом все больше. Однако качество падает. Вот вы можете согласиться с этим? Если да, то в связи с чем? И да, и нет. Первоначально, когда мы начинали просевать нашу академическую среду и искать стартапов, мы достаточно большое количество таких крепких средних разработок брали. Получали и с ними работали. Видимо, мы эту часть подвыбрали. А сейчас получается так, что или приходят очень хорошие, очень сильные разработки, которые по каким-то причинам стеснялись, не знали. И в то же время приходит достаточно большое количество или наивных разработок, где нет хорошей научной базы, или разработок маркетингового плана. Мы, увы, регулярно имеем вереницу людей, которые приносят нам вечные двигатели и панацеи, то есть лекарства от всего в одной таблетке, и мы достаточно жестко их останавливаем. Мы не обижаем, конечно, людей, но у нас даже есть специальные папочки, вот куда мы складываем различные панацеи. Это есть анекдот такой очень известный. Приходит человек с колкой и говорит, мужики, смотрите, я изобрел вечный двигатель. Все говорят, вау, ну покажи, он говорит, сейчас покажу, где у вас розетка. Ну вот у нас бывают, да, такие ситуации. Напомню о новинках в мире стартапов и реальных возможностях молодых ученых. Сегодня мы разговаривали с Кириллом Каем, исполнителем-директором кластера биологических и медицинских технологий фонда «Сколково». Кирилл, спасибо за встречу. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok